Hello! Добро пожаловать в Бесконечное Лето! Мы находимся в музыкальном клубе Савенка, только-только закончили репетицию, и скорее всего, буквально через пару часов начнется концерт. Если тебе нравится Бесконечное Лето, и ты хочешь знать, что же будет дальше, чем закончится эта история, обязательно поддержу этот ролик лайком. Ну а я предлагаю начинать. Все, я устала. Отменяем выступление. Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. Алиса, ты так не шути, а то ведь я пойду искать, кем тебе заменять. Вот Клаус не откажется, мы с ним, правда, не репетировали, но он очень талантливый вообще. Так что, если ты решила сойти с дистанцией, то... то я не знаю, что с тобой сделаю. Вот только угрожать мне не надо. Ладно, согласна без ванны. А кофе у вас остался? Я всю ночь не спала, какая-то фигня снилась. Подтверждаю. Во сне подскакивала и орала эти песни с Сенькиных кассет, и я в нее кидала тапком, подушкой и медведем. Но помогала ненадолго. Прекратите, все будет нормально. Мы отыграем лучше всех и... И отыграем лучше всех. Она явно хотела что-то сказать, но бросила на меня косой взгляд и замолчала. Вы что-то от меня скрываете, товарищи пионерки. Что вы задумали? Мы? Ты что? Мы простые музыканты, разве что мы можем что-нибудь задумать эткое. Вот-вот. Мик, девочки, может пора и меня посвятить в план? Вы что-то задумали, это понятно. Но что, не взорвать сцену, надеюсь? Мик улыбнулась. Прости, я не могу рассказать, но ты не бойся, ничего не взорвется. Сейчас все расскажу. Нежелающие участвовать могут покинуть клуб. Это последний шанс. Я притворился, что раздумываю, затем покачал головой. Не пойду я никуда. Здесь прохладнее. Может, реально расскажете, ну? Алиса подошла к двери клуба, заперла ее на задвижку и повернулась к нам. Все, Семен, пути назад нет. Драматично. И что дальше? Дальше? Вот что. Ты помнишь, мы тебе давали репетировать песни, которые играть не будем? Ну, помню. Черт, название забыл. Оно тебе и не понадобится. В общем, мы решили чуточку подкорректировать репертуар на концерте. Последнюю песню, если быть точными. Всего-то. Я думала захватить лагерь в заложники, потребовать вертолет в Канаду. Ну, не меньше. Че мы в той Канаде забыли? Тогда я с вами. А что делать нужно? Во-первых, Мику покажи ему, что нужно будет играть. Даже интересно. То есть, что-то совсем новое или же нет? Готовность, которой Мику подсунула мне листок, с табами говорила о многом. Кто бы мог подумать, что она тоже в деле. Партии были знакомы, я репетировала их в изоляторе, да и раньше тоже. Мику, знаешь, эти рыжие плохо на тебя влияют. Не боишься, что плохую характеристику напишут? Очень боюсь. Но Алиса мне угрожала. Она сказала, что иначе не будет со мной дружить. Разве я могла отказать под таким давлением? Я бы, пожалуй, тоже не отказался бы. Дружба Алисы – это ого-го. Это че, комплимент сейчас был? Ну, вроде того. Так какой план-то? Захватим почту, телефон и телеграф. А конкретней? Это тебе не пригодится. Будешь заниматься тем, что у тебя получается лучше всего. С глупым лицом дергать струны. Сейчас врежу. Наша Басила заговорила. Ха, некогда драться. Иди лучше репетируй. Мику, пройди с ним по порядку, ладно? Конечно. Сень, пойдем вон в тот уголок. Там им никто не помешает обниматься. И это тоже. Нет, и посмотри, как он обнаглел, а? И не краснеет. А знаешь, что он утром мне сказал? Что мы его гарем. И что Мику будет ему картошку жарить. Что? А я? А ты чистить. А тебе не доверил. Алиса – криворучка. Я ожидал броска босоножки, но Алиса только грустно кивнула. Чего не умею, того не умею. А готовка не мое. Она даже носом шмыгнула. Алис, ну не расстраивайся. А это? Ну не со зла. Ты красивая, играешь хорошо и стихи краси. Молчать! Молчу. Девочки, девочки, ну не ругайтесь. Картошку мы будем все вместе. И не жарить, а печь. И я так понимаю, что уже не будем. Завтра на кухню верну. Мику посмотрела на меня удивленными глазами. Ничего не поняла. Так будем или не будем? Ну, я на кухне картошку попросила. Хотела пойти с вами на берег озера. Напоследок посидели бы, картошки испекли, страшилки бы порассказывали. Но после того, что вы собрались натворить, уже не получится. Эх, это да. Не вырвемся. Ой, а я бы хотела вместе сходить. Мы ведь три дня уже собираемся. И все не можем. То одно, то другое, то... То кто-то спать прямо в клубе ложится. И не специально. Специально, специально. Алис, ну ты ей скажи. А что? По-моему, то нарочно тут осталось. Думала, Семен утром придет и разбудит поцелуем. Мику густо покраснела, улыбнулась и замолчала. Ну, не выйдет сбежать. Тут посидим вечером, ага. А картошка? Хочу картошку печь. Что-нибудь придумаем. А что действительно они вечером не хотят? Что тут такого? Стрелка часов неуломимо двигалась к восьми. Мы поужинали в клубе. Ольга Дмитриевна явно не хотела, чтобы Алиса и Ульяна выкинули что-нибудь в присутствии делегации. Ты этих импортных хоть видел? Я, я видела. Мелкие такие. Да? Я детский сад не ожидала. Может, лучше все-таки сыграем про Антошку и картошку. Алис, ну что ты такое придумала? Нельзя в последний момент все взять и поменять. Так, я попросила мальчиков из младшего отряда перетащить Ульянки на установку. А гитары несем сами. Никто ничего не забыл. Ой, сейчас концерт будет, ура! Мы сейчас на концерте побываем. Наконец-то! Ух ты! Лужайка возле сцены напоминала базарную площадь. А сама сцена... Нет, я слышал край муха разговоры про паруса, веревки и фанеру, но такого масштаба не ожидал. Офигеть, посмотри! Вместо привычной сцены ракушки посреди поляны красовался самый настоящий парусник. Кажется, намечалось что-то интересное. Нравится? Ничего себе! Я читала про капитана Блада перед отъездом, а здесь полный ладочный сарай всяких веревок, парусов и всякого такого. Вот и я написала сценарий на морскую тему. Сегодня, пока мы репетировали, вожатые собирали декорации и расставляли колонки. Я сначала вообще хотела перенести все на плавучий домик. Там есть хорошая широкая площадка, но Ольга Дмитриевна побоялась, что кто-нибудь свалится в воду и утонет. Или просто утопим что-нибудь с оборудования. И отказалась. А по-моему, зря. Здорово было бы. Но и к лучшему. Ей так слегка на нервах. Если бы еще и укачала, то в ноты точно бы не попал. Ты это прекращай. Что прекращай? Нервничать. Смог на репетициях, сможешь и здесь. Пошли, нас ждут. Я поспешил за ней. Ага, вот и вы. Ну что, готовы? Ваше выступление начнется сразу после танца Жени и Сережи. Конечно, готовы. Только гитары подключить. Барабаны не очень мешают. Я не уверена, что на парусниках посреди палубы стоят ударные установки, но мы ее прикроем декорациями. Лишь бы эти танцоры не опрокинули. Иначе придется на их головах ритм отбивать. Алиса! Да шучу я, шучу. Мои тоже сыграют. Как раз после вашей песни. Посмотрим, кто кого. Соревновательный дух, да? Ммм, уважаю. Ну, что ж, мы приготовили вам места вот здесь. Скорее начинаем. Гитары отнесете? Нет, я сама все подключу перед выступлением. Лучше бы, конечно, заранее. Но если вдруг кто-то наступит, то заменить или починить не успеем. Мне спокойнее, если они рядом. Ага, а за мои барабанчики она, значит, не переживает. Вот ты какая. Девочки, девочки, тихо. Ульяна, никто твои барабаны не тронет. Не нервничай. Действительно. Ого. Уже люди собрались. Рыжая шевелюра Клауса виднелась среди стайки иностранцев. Они демократично смешались со сверстниками из лагеря и с интересом смотрели, что будет дальше. Долгие часы в изоляторе, пока Мику пропадала у вожата, я думал, что? Ну что можно сочинять так долго? Была даже потаёмная мысль, что она просто хочет немножко от меня отдохнуть. Я смутно помнил, как проходили школьные праздники. Кто-то выходил, читал стихи, равнодушные учителя с микрофонами монотонно бубнили заученные тексты, администрация школы раздавала какие-нибудь грамоты или похвальные листы, а сидящие в актовом зале ученики отчаянно боролись со скукой. Скажу честно, и от этого смотря я не ожидал ничего особенного. Обычный небольшой лагерь, постимистический. Разве можно организовать что-нибудь эдакое? Из подручных материалов силами кучи пионеров и горстки вожаты. А так оказалось, можно. Да ещё как можно! Вместо обычного незапоминающегося концерта школьной самодеятельности они ухитрили сделать целую постановку. Кажется, в моей любимой был скрыт не только талант музыканта, но и театрального режиссёра. Шоу получалось в меру смешное, в меру приключенческое и очень-очень музыкальное. Хотя, кто бы сомневался? Пионеры-зрители были в полном восторге, да и проверяющие одобрительно переговаривались и посмеивались. Конечно, действие было слегка наивным, рассчитанным на школьников, но я поймал себя на том, что с интересом слежу за сюжетом. И что напряжение, сковывавшее меня, слегка отступало. Когда на сцену вышли сыроежки на Женя, Мико легонько потянуло меня за руку. Пошли, скоро наш выход! Я мог сколько угодно убеждать себя и окружающих, что ничего страшного не происходит. Подумаешь, встать на крыль сцены и немного подёргать струны. Да если на портачу никто не заметит, и вообще... Ну, Алиска, конечно, язвить будет до самого отъезда. Ульяна тоже. Мико расстроится, и будет грустно ходить. Но земля не остановится, и через пару часов все уже всё забудут. Тем не менее, в животе угнездился неприятный холодок. Во рту пересохло, а нога мелко тряслась. Слишком много зрителей. Ну почему их так много? Я вцепился в гриф Урала, как утопающий в спасательный круг. Всё будет нормально. Всё будет хорошо. Щит. Гитара. Мой щит. Представить себе голыми? Да, точно. Я глубоко вздохнул, зажмурился и попытался успокоиться. Если аудитория голая, то... Почему-то вместо толпы прекрасных обнажённых пионерок воображение нарисовал обвислые телеса немолодых проверяющих, прикрытые только часами и волосатого в синих наколках электрика. Ладно, идея неудачная. Всё. Будет. Нормаль. Ау! Раздался звонкий шлепок. Спину обожгло. Рядом стояла Алиса и трясла рукой. Чуть не отшибло. Кто бы мог подумать, что у тебя там мышцы есть? И что ты творишь, хулиганьё? Зашивёшь, басиста перед концертом? Кто играть будет? Э-э-э-э, Сенька, шоковая терапия. А то стоишь тут трясёшь, коленкой губы ужмёшь и думаешь... Бы... И думаешь, что будет, когда налажаешь? С чего ты взяла? Потому что сама такая была. Не паникуй. Даже если сфальшивишь, до конца концерта об этом уже забудут. Думаешь, одна лишняя песня их отвлечет? У меня есть план, как сделать этот концерт запоминающимся. Это тебе не сыроежку с Женей запирать. Тут думать надо. До выхода пара минут. Может, пора мне сказать? Не, пока рано. Она засмеялась и отошла к Ульяне. Стремно как-то, очень стремно. Я даже не знаю, как пройдет. Скоро начнем. Все готовы? Девчонки бодро сообщили, что да, готовы. Семен сказал три точки. Сеня? Да, наверное. Нет, 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 нет. Она подошла поближе и положила руку мне на плечо. Ты готов? Я старательно изобразил уверенность и кивнул. Я готов. Вот так. Гитары я уже подсоединила. Давай сюда, бас. Я проверю настройку и подключу. Я машинально потянул гитару к себе. Не, 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 а как же щит? Щит? А откуда он знает про щит? Лена сказала. Что? А она откуда знает Мику? Я ничего не говорила. Ей психолог советовал. Погоди, ты чего несешь? Что она сказала? Ну, типа представишь, что гитара мой щит? Тьфу на тебя, я думала ты про электрощитовую. А там... Ах, неважно, короче. Я не все знаю. Сень, мы тебе, конечно, доверяем, но ты в одном домике с вожатой. И что? А вдруг ты во сне разговариваешь? Нельзя было рисковать. Ну, сейчас-то уже можно. Скоро сам увидишь. Будет сюрприз. Мику потянула бас к себе. Безуспешно. Алиса посмотрела на бутафорское весло. Вот рыбу веслом по башке глушат, чтобы не сопротивлялась. Может, и на басисте сработает. У тебя одно решение на все проблемы. Микусь, ты давай с ним сперва по-хорошему. Сень, милый, отдай гитару. Ну, отпусти, давай один пальчик, второй. Да что ж ты в нее вцепился-то? Отдавай, а то подключить не успею. Я машинально разжал пальцы. Девчонки, видимо, не понимают, насколько сильно мы волнуемся. Вот ты молодец. Все, я побежала подключать. Когда позову, поднимайтесь на сцену. Алис, как твоя нога? Нормально. Иди уже. Мику поднялась на сцену и скрылась из виду. Такс. Наша одиссея по морям искус заканчивается и осталась. А что у нас осталось, вам расскажет Мику. Чтоб заполнить пустоту и не дать зрителям заскучать, из динамика вплелась бодрая и энергичная музыка без слов. Одну секундочку. Из всех динамиков одновременно раздался громкий щелчок, что-то зазвенело, а потом вернулась музыка. Ой, что же это? Какая неожиданность. Будем считать, это небольшим подводным рифом, который мы задели, килем. Договорились? Из зала донесся смех. Все-таки Мику умеет общаться с публикой. Я бы притворился, что ничего не случилось. Она вот так просто. Как этому научиться? А теперь с удовольствием представляю вам молодой, энергичный музыкальный коллектив нашего лагеря. Наш вокальный инструментальный квартет «Совенок». Алиса и Сульенко уже стояли возле двери. Ну пошли, 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 пошли. Нельзя заставлять публику ждать. А костюмы? Отступать было некуда. И я шагнул залитый светом в дверной проем. А костюмы? Неужели так и будем выступать? Не овация, конечно, но нам хлопали и одобрительно гудели. Яркий свет мешал разглядеть зрителей. То ли Шурику шепнули, что нервному басисту не нужно видеть зал. То ли просто сыграл контраст между сумерками и огнями сцены. Но я не видел толпу. Лишь неразличимые темы. Тени. Мой Урал уже стоял прислоненный к старому пианино, который никто не захотел таскать взад-вперед. Мику стояла в центре сцены, купаясь в свете самодельных прожекторов. Уж ее-то не волновало, что все смотрят. Наоборот. Она была счастлива. Здесь, лицом к лицу со зрителями, она была на своем месте. А теперь, совместно с нашими гостями, мы даваем немного музыки в наш праздник. Ведь музыка – универсальный язык, который знают и любят все. Вы согласны? Зрители не стройно, но громко-одобрительно выразили свое согласие. Опираясь на гриб-гитары, Мику оглядывала публику и улыбалась. Алиса, вопреки ожиданиям, не стала приводить свою форму в неформальный вид и выглядела вполне по-пионерски. Вожатая явно не доверяла этой метаморфозе и настороженно поглядывала на рыжую из первого ряда. Ульяна постукивала по ударным в такт играющей музыке, как будто никогда ничем другим не занималась. И я никак не могла делаться от чувства нарастающей тревоги. Зеркальный шаур под крышей сцены завертелся, рассыпая солнечных зайчиков по сцене и зрителям. Все это не добавляло спокойствия. Гитара тоже никак не хотела изображать из себя щит, а была тем, чем была. Куском дерева со струнами, из которого мне сейчас предстоит извлекать звуки. Мамочка, мне страшно. Страх перед сценой, слегка задремавший, пока я смотрел на Мику, вгрызся в меня с новой силой, заставляя мои пальцы дрожать мелкой дрожью. Ладони потеть, а голову кружиться. Напряжение не отступало. Я смотрел на Мику, мечтательно улыбающуюся залу, на Ульяну, которая быстро выбивала знакомый ритм, и не понимал, что же я тут делаю. Я ведь гитару взял в руки три недели назад. Мой взгляд упал на Алису, и Алиса смотрела на меня. Смотрела тяжелым взглядом, которым можно было убить мелкую форму жизни. Таракана, а может даже мышку. А, точно, Ульяна уже выступила вступление, а значит... Стараясь не поддаваться панике, я вцепился в непослушными пальцами в гриф и... И все острее понимал, что не знаю, что делать дальше. Все уроки, что я успела разучить, все ушло куда-то на затворки памяти. В голове билась и выла только одна мысль. Не смогу. Мамочки, мне страшно. Мне страшно, что сейчас будет. Мы что, он что, в обморок грохнулся? О-оу. О-оу. Я же говорила, что он облажается. И ты тоже хороша. Он сможет, он умный. И что, позорище на весь лагерь. Да закройся ты. Подожди, может, если больше репетировать... Да не надо было вообще меня брать. Играли бы втроем, я не просился. Я небрежно бросил гитару на траву. Сень, я понимаю, что ты расстроился. Не надо ругаться, давайте... Мику, не сейчас! Потом, ладно! Последние слова я почти выкрикнул. Она испуганно смотрела на меня. Раньше я никогда не повышал на нее голос. Даже когда мы ругались через дверь. Но... Все это давило на меня. Позорный провал на сцене. Комментарии рыжих. Попытку Мику меня утешить. Нестерпимо хотелось побыть одному. Потом. Все потом. О-оу. Я не думала, что будет так. Я зашикал по тропинке, и вскоре сцена скрылась за стеной леса. И только голос вожата из динамиков вещал что-то про технические неполадки. На душе было скверно. И главное, винить некого. Только себя. Выступление испортил. На Мику накричал. Надо как-то извиниться. Что-то сделать. Но как? И что? Ответов не было. Только злость на себя, на Мику, на девчонок, даже на иностранных пионеров. И черная тоска. Глупо. Еще вчера я был на седьмом месте, а счастья сегодня хочется только одного. Сесть где-то под кустиком и никого не видеть. Слушай, я до последнего не ожидала, что такое может произойти. Нифига. Утоптанная тропинка сменилась асфальтом площади. А я все шел и шел, не понимая, куда иду. Вот так вылип. Слушай, ну я до последнего думала, что мы сыграем. Ну я до последнего. Может это какое-то видение, сон, я не знаю. Может мы задремали. Очень хотелось, чтобы меня кто-то догнал и остановил. Но площадь пустовала. У ворот тоже никого не было. Никто не мешал мне выйти за ворота лагеря и... Автобус? Упереться в неожиданную преграду. Когда он появился? Еще пару часов назад здесь ничего не было. Автобус, который привез гостей, уехал. Может кто-то из проверяющих подъехал позже? Конечно, была куча правдоподобных объяснений. Наверняка в этом времени по дорогам страны бегают сотни, а то и тысячи таких вот глазастых работяг-автобусов, с облупившейся краской и коркой пыли на корпусе, но... Не будем себя обманывать. Вряд ли у них будут маршрутные таблички с улицами из моего времени. 410 номер. Именно в него я сел там, где все начиналось. Да ладно! Я положил руку на борт автобуса. Там, где белый верх и синий низ разделяла тонкая хромированная полоса. Пальцы покалывало странное ощущение. Странное, но не пугающее. Меленная быстрота, холодное тепло, текущая неподвижность. Чувство, которое нельзя описать словами. Не отрывая руки, я пошел вокруг автобуса. Внутри никого. Дорожная пыль пачкала мои пальцы, но сейчас это было неважно. Да ладно! Да ладно! Когда я обошел его по кругу, то увидел, что двери гостеприимно открылись. Эй, есть кто живой? Молчание. И я присел на нижнюю ступеньку. Грязная, да и черт с ней. Вдруг стало интересно, из какого мира эта пыль. Из-за спины они громко поинтересовались. Не уверен, хочешь ли уезжать? Не знаю. Теперь не знаю. А ты не спеши, подумай. У нас полно времени. Голос был женский, молодой, наверное, Юля. Почему-то я не хотел смотреть, кто там. Куда я попаду, если сяду и поеду? А куда ты хочешь? Подальше отсюда. Тогда куда-нибудь да попадешь. Вот так просто? Угу. Ты думай, думай. Чё-то мне страшно. Тяжело вздохнув, я встал и поднялся в салон. Впереди сидела Юля и болтала ногами. Мне было слишком паршиво, чтобы удивляться. Ты хорошо подумал? Да. И что? Поехали домой. А не пожалеешь? Наверное, пожалею. Ты сдаешься. Я все испортил. Мой Семен говорил, что этим, скорее всего, все и закончится. Ну, раз так, поехали. Дорога долгая, так что отдыхай. Можешь даже поспать. Поехали домой. И... Юля подошла, присела рядом и ласково по-матерински прижала меня к своему худенькому плечу. Все будет хорошо. Когда ты проснешься, это больше не будет тебя волновать. Просто сон, который скоро забудется. Да ладно. Да ну нафиг. Двери со скрипом и шипением закрылись. Двигатель издал несколько кашляющих звуков, и мы тронулись с места. То, что в кабине было пусто, никого не смущало. Уехал? Серьезно? То есть он из-за того, что он... Ладно. Ладно, я просто молчу. Юля свернулась калачиком на сиденье в нескольких рядах от меня и играла с кончиком хвоста. Деревья за окнами медленно-меленно поплыли назад. Автобус разгонялся неторопливо, как поезд, и все еще двигался со скоростью пешехода. И я вздрогнула, видев, как из-за деревьев выскочила маленькая фигурка. Мику. Она удивленно посмотрела на автобуса, затем бросилась догонять его. Кажется, она что-то кричала, но во внутренней доносилась ни звука. Юля, я... Останови! Поздно. Прости. Останови, я сказал! Я вскочил и подался к окну. Мика бежала рядом с автобусом, молотя кулачками его железный бок. Она кричала, а в глазах ее стояли слезы. Теперь уже не получится. Стекло автобуса даже не заметило моих ударов, хотя я расшиб кулаками, пытаясь его выбить. Расшиб кулаки, пытаясь его выбить. Бесполезно. Я подбежала к девчонке-кошке и попытался схватить ее за руку. Она опередила меня и неуловимым движением перескочила на пару сидений дальше. Мне нужно туда! Ты же можешь! Открой! Слишком поздно. Мы уже в пути. Автобус набирал ход. Мика еще несколько секунд бежала следом, затем споткнулась, упала и осталась позади. Да ладно. Я откнулся лбом в холодное стекло и смотрел, как оно удаляется, пока ее фигурка не скрылась за деревьями. Пожалуйста. Перед глазами все поплыло и затуманилось. К первую секунду я думала, что это начинается переход во времени, но это было лишь слезы были. Злые, бессильные слезы текли по щекам, пока то, чем я дорожила, отдалялось от меня. Отдалялось безвозвратно. Полчаса назад я думала, что хуже быть не может. Оказывается, может, да еще как. Юля грустно смотрела на меня, поджав уши. Я прошу тебя. Ни, я правда не могу прости. Думаешь, мне легко видеть, как ты плачешь? Можно мне хотя бы помнить все это? Это можно. Только потом тебе будет очень плохо. Ты уверен? Уверен. Нет, я больше не буду проходить эти новеллы, они слишком грустные. Я не заметил тот момент, когда лес вокруг автобуса сменился на проселочную дорогу. Это просто произошло. Время шло, в салоне было очень темно. За окнами царила ночь, только тепло светились желтые глаза с вертикальными зрачками. Юля сидела рядом, на этот раз она смотрелась со смесью жалости и нежности. Я протер заплаканные глаза, сбитые в кровь ладонью. Успокоился? Да. И что теперь? Ложись спать. Нет, я не об этом. Что будет дальше? Ты едешь домой. Там уже сам решай, что будет дальше. Если бы она села в автобус, что бы случилось? Помнишь сказку про русалочку, которая исчезла, покинув родной океан? Помню. Вот и не спрашивай. Юля, ты засранка! Юля ушла в темноту. Еще несколько минут я вслушивался в урчании двигателя, а потом наступила тишина. Пипец. Я, честно говоря, даже не представляю. Мы в этой форме приедем. Что? Что будет дальше? Игра! Дичь какая! Я против этого финала! Все, я против. Снег пошел, да? Мы вернулись в свое время. Офигеть! Эх, Семен. Да ладно, это конец? В смысле это конец? Подожди, я думала, что у них все будет хорошо. Какой конец? Ну нафиг, я прошу продолжения. Надо. Проду. Проду. Вы что, издеваетесь? Создатели, художники, вы что, издеваетесь? Как можно было так закончить? Мне кто-то в комментах писал, что типа, все будет хорошо, Дашулька. У них будет хэппи-энд. Какой нафиг хэппи-энд? Я, честно говоря, до последнего Семена не понимаю. Вот то, чего я не понимаю, того, что он просто уехал. То есть он просто уехал. То есть он, из-за того, что он не смог сыграть, он уехал. И только потом он решил, ааа, Мику! А может это не конец? Может это не конец? Пожалуйста, игра, пусть это будет не конец. Пожалуйста, пожалуйста. Фух, да ладно. Я вздрогнула от яркой вспышки. Собранный шуриком самопальный прожектор качнулся и теперь убил мне прямо в лицо. Прищурившись, я сделал шаг в сторону, пытаясь понять, что происходит. Я не в автобусе. Я снова на сцене, но... Как? Почему? Да ну нафиг! Да ну нафиг! Игра ты, ты такая игра! Алиса все еще угрожающе смотрела на меня. Она хмурилась, но в этот момент казалась самым дорогим человеком на свете. После Мику, конечно. Да ладно! Слушай, у меня сейчас, по-моему, сдвиг по фазе будет. Как такое могло быть? И разбитые за стены автобуса кулаки были целехонькие. Черное чайни быстро улетучилось, уступая место ни с чем не сравнимому облегчению. И я понял, что глупо улыбаюсь рыжей гитаристке. Ничего не было? Автобуса, голос из темноты. Слез Мику. Фантазия разыгралась. Просто нервы и богатое воображение. Я не провалил концерт! Я потряс головой. Проигрыш заканчивался. Раньше, чем я успел сообразить, что делаю, моя рука легла на толстые струны баса и подхватила ритм. Все часы, проведенные на репетициях, едкие комментарии Алисы, заботливые наставления Мику, добродушные... А, насмешки Ульяны. Игра! Игра! У меня просто нет слов! Просто нет слов! Все это дало результат. Нет, я еще нервничал, боялся сбиться или отстать, но извлекал из гитары нужные звуки. Алиса кивнула, гримаса на ее лице сменилась обычной улыбкой. И через несколько тактов над притихшими зрителями разнесся звонкий чистый голос Мику. Ты помнишь, как наши мамы включали нам эти пластинки? Я не знаю, что они там играют. То ли сработал гипноз на пляже, то ли бесконечные повторения дали о себе знать, но пальцы зажили отдельной жизнью, ложась на нужные латы раньше, чем я успевал подумать, куда жать. И пускай все внимание доставалось Мику и Алисе, но сейчас я испытывал странные ощущения. Странные и очень приятные. И лучшие песни начинали звучать. Давай сохраним их надолго. Дома я привык быть один. Убеждал себя, что мне не нужен никто. Убеждал так хорошо, что в конце концов сам в это поверил. И только теперь, провалившись в прошлое, выйдя на сцену перед несколькими десятками пионеров, я понял, что ошибался. Нас приключения ждут впереди, пройдут года, но мы не забудем. Конечно, я не просился сюда. Я не просил принимать меня в группу. Я просто хотел быть поближе к Мику. Для нее старался сыграть как можно лучше. Для нее репетировал до мозолей. Для нее терпел подколы Алисы и Ульяны. Но сейчас, взлетая низкие басовитые ноты... Выплетая! Вплетая низкие басовитые ноты в мелодию, влющуюся в зал, я чувствовал себя так хорошо, как никогда раньше. Делать то, что нравится другим. Делать то, что нравится тебе самому. И дарить слушателям часть себя, радоваться вместе с ними, на какое-то время став единым целым залом. Как же все просто. Песни, сделавшие нас людьми, мы снова подарили их людям. Ооо, как это мило! Да ладно! Слушай, я до последнего доста, что это финал! Я до конца не была вообще... Я думала, может быть, я не тот мод какой-то прохожу! Еще что-то! Что это вообще было такое? А получается, все происходило как надо! Последние аккорды песни зависли в воздухе. На какую-то долю секунды зал замолчал, а потом разразился самыми настоящими аплодисментами. Я слушал их, и меня переполняли эмоции. Невероятные ощущения. Максимум лев он не зря мозоли натирал! Еее! Мы справились, да ладно! Постепенно волна затихла, и Мику наклонилась к микрофону. Спасибо, мы очень рады, что вам понравилось. А наша следующая композиция называется... А я вот думаю, как она называется, мы с тобой уже узнаем в следующей серии, потому что у меня голова взорвется от этого всего. Ты представляешь, нам за олигой, что показали финал. Я уже успела расстроиться. Практически глаза на мокром месте, что у нас все так грустно. И оказывается, это просто глюки! Глюки нашего Семена! Вот Свинтус наш Семен. Вот серьезно, Свинтус самый настоящий. В любом случае, новая серия... Я очень надеюсь, что новая серия выйдет очень скоро, и я ее, наверное, сейчас запишу, потому что я не знаю. Мне очень хочется знать, что будет дальше. Поэтому обязательно, обязательно поддержу ролик лайком. Обязательно подписывайся на канал, на колокольчик. Нажимай, скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok